привет с вами 10 киловольт сегодня видео арка полет навигация на самая простейшая навигация простого к сложному на airbus airbus не дефолтном airbus скачаны с мною с сайта рико ссылка на этот самолет будет в описании под видео также в этом видео мы рассмотрим тот самый визичный вопрос что делать когда сажает него мимо полосы тем более airbus и если boeing еще как-то справляется с этим делом можно взять ручное управление он довольно послушный то с airbus вечно что-то не так и мы сегодня это дело просмотрим потому что тот же самый рейс будет из самары в ульяновск также сама как як-40 в правом верхнем углу сейчас вылетела ссылочка выскочила ссылочка и мы полетим таким же абсолютно рейсом но уже упрощенка у нас будет упрощенка потому что это все-таки airbus в данный момент я настроил его как бы уже для полета не совсем то есть я запустил я на стою на взлетно-посадочной полосе я включил все что мне нужно огни и так далее теперь мы будем для взлета настраивать этот самолет самолет можно сказать полуавтоматический он лучше чем дефолтный намного ну естественно хуже чем pmdg тут уже говорит ничего она если у вас нету денежек ну или вообще зачем хочется разнообразить игру разнообразить ее получать удовольствие то почему бы не полетать на таком самолете выбирать конечно нужно желательно аэропорта где есть илс вор и так далее авиауэр маяки но сегодня у нас будет и то и другое мы всем воспользуемся мы все это сделаем мы все это попробуем давайте полетим маршрут у нас будет как в прошлом видео ссылочка будет в конце этого видео будет на него тоже и полетели настроим самолет для взлета курс на взлет оба и автопилота и навигации вор привод таким образом то есть но по носу самолета это надо делать желательно всегда здесь скорость мы не трогаем только включаем автомат тяги далее обязательно закрылки одно положение далее немножечко вперед выше поднимем тангаж много не надо чуть чуть дальше будет рулить у нас джойстик в чем проблема как раз вот этого всего самолета смотрите у меня настроена так что все это дело плавно и надо это учитывать не надо дергать что толку вы дернете потом вниз у вас будет качаться потихонечку он любит потихонечку он любит плавно он любит движение плавный дальше но тут у нас там блин да что такое тормоза поставим на прерванный полет можно просто пальчиком здесь теперь самое основное что нужно запомнить закрылки обязательно я уберу тангаж обязательно чуть-чуть вверх чтоб смотрел закрылки одно положение обязательно для этого самолета также обязательно выставляем нужную нам высоту будет тяжело здесь поймать поэтому все-таки рекомендую на отдельные кнопки настроить control shift z и плюсом минусом нужную высоту полетим на 16 400 как прошлый раз с этой высоты все будем делать как раз нюансы этого самолета я расскажу которые нужно учитывать что 14 я все читаем 16 16 400 отлично самолет неплохой очень даже очень даже неплохой курс тоже так и нажим нажмем удержание уже нажмем удержание то есть нажата должно быть автомат тяги должно быть нажата удержание вот сюда вот это тоже нажимаем удержание курса нажали это все делается вот здесь вот правой кнопкой мышки правой навели нажали навели нажали удержание скорости тоже правой кнопкой мышки автопилот это автопилот он по идее если все сделаем правильно должен включиться сам закрылки выпущены большой свет включен пассажиры усажены и мы начинаем взлет сейчас у меня ничего не стоит заряжена поэтому пока все выключаю достаем штурманский журнал в этом самолете очень неплохо развита то что можно adf вводить 2 то есть первую сразу подготовить а вторую подготовить уже просто переключить то есть это будет довольно шустро все делается все получше чем в боинге где каждую надо отдельно вводить первую вводим нашу точку маршрутную 287 она у нас уже введена ну вот отсюда мы наверно не введем до странно ладно вызовем панель не будем мучиться и вас мучить вызовем панели будем здесь вводить почему-то здесь может быть где-нибудь и есть не знаю вводим 287 есть 287 переключаем вводим следующий 885 здесь повнимательнее до скорость здесь ой 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 очень часто перепрыгивает приловчится все будет хорошо 885 следующая точка 885 ну 885 возвращаем обратно в левой стороне то что будет действовать в данный момент в правой стороне то что подготовлено потом просто переключим и все закрыли почти подготовили в штурманский журнал нам придется заглядывать не так часто потому что есть тут вот такая вот штука которая показывает где мы конкретно куда мы должны лететь все точки наши маршрутные все это по градусам все это будет меняться расстояние все это будет нам помогать а также данные аэропорта прилета это когда мы создадим маршрут очень неплохо очень хорошо уже можно как-то это все делать смотрите и так проверим мы маршрут поставили здесь поставим во чтобы у нас было не влево не вправо на вор а именно на адф адф вот загорелась адф и сразу чистота гарри работает то зеленая стрелка у нас будет надо мы отключаем во второй части отключаем чтобы нам не мешало и дальше будем лететь сейчас будем взлетать а переключатель на вор чисто взлет потом на навигацию и полетим уже по маршруту с при помощи навигации здесь тоже увеличим чтобы нам все было более-менее хорошо видно дальше никакие кнопки нам не нужны нам нужно только будет режим тога и взлет если нажмется эта кнопка нажимаем эту кнопку в нав она загорелась у нас все готово у нас выставлено все на взлет теперь самое интересное режим тога здесь как бы устроен таким образом мы даем руды я на тормозах пока что видно было вот 50 процентов 80 и если на всю вот он режим тога как раз наставляем на режим тога и полетели погода хорошая штормить нас не должно здесь должно сработать как раз рутейн все это виду иван все это должно сработать это все слушайте самое главное самое главное это нет не сработало это на девятнадцатом срабатывает начинаем взлет здесь не сработало но у нас меточки стоят где взлетать вот меточки стоят теперь самое главное убрали шасси до выдержать полет в ручном режиме потихонечку на скорости до сто шестьдесят узлов то есть потихоньку мы выдерживаем полет в режиме тога даже можно уже режим тога немного убрать теперь до высоты круга 2400 почему 2400 я уже много раз говорил 2000 высота круга и превышение аэропорта здесь превышение аэропорта составляет 400 футов по-моему скорость выросла и вот где-то на 170 у нас пошел автопилот автопилот включился и теперь у нас работает все скорость 250 закрылки сами уберутся набор высоты будет само все будет само теперь мы можем продолжить работать с авт с маршрутом мы переключаем наф переключаем 40 включаем смотрите прошли как раз к этому времени дали дальний привод и можем уже переключиться на следующую маршрутную точку мы переключились или лететь уже по маршруту можно вызвать то есть вот туда на многие зелененькая поворачиваем туда к сожалению самолет насколько я помню я сейчас проверю здесь он не делает как бы это объяснить то есть крен поворотный составляет да в принципе нормально для такого самолета не забываем пожалуйста здесь выдвижные фары 250 скорость их бы надо убирать нераздельно здесь как я не знаю как это будет но давайте на десяти тысяч будем убирать но в конце концов каждый судан сам для себя решит я вообще противник того чтобы выдвижные фары а вот они выдвижные чтобы они на большой скорости были колючины то есть выдвинуты потому что считаю что это очень небезопасно хотя очень много вопросов возникает очень много нареканий к мою сторону и так далее но посмотрите я не запариваясь в виду на вторую точку дальше я готовлюсь на третью где узнаю что у нас мы одну прошли она гаснет она исчезает с маршрута следующая наша будет с курсом 325 мы уже готовимся 325 лететь очень 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 просто так 10000 мы прошли ничего не пикает к сожалению ну да ладно и выключаем посадочные пассажиры могут гулять сейчас самолет пойдет в набор смотрите 285 скорость сама изменилась и пойдет он в набор по вещи 300 все три сотни дальше он пойдет сам в этом смысле самолетик маленький я взял такой какой мне попался без заморочек какая вот есть компания какая есть хотя и самара кому-то это может не понравиться но моя задача не состоит разобрать этот самолет задача показать что вообще можно делать навигации той или иной навигации в том или иным случае в данном случае от простого к сложному вот она навигация по vdf здесь есть вор я могу их включить тут даже указано уже конкретно где идет курс илс пунктирными линиями или курс посадочный так его назовем продолжаем полет высота у нас 14000 здесь же можно раз вы засчитать в высоту снижения на снижение этот самолет очень капризен здесь мы приплюсуем нам сейчас 27 лететь осталось 13 вот это вот маршрут который есть это сколько осталось дальше мы будем лететь смотрите всего у нас 70 миль осталось 69 миль этого дополненно нас мы считали с вам что что с высоты 16 тысяч четыреста это 5000 метров правильно правильно у меня переведено специально что видно было а ах а 5000 метров мы на расстоянии 45 миль можем снизиться без проблем со скоростью 5 метров в секунду ну 6 метров в секунду на этом самолете можем без проблем снизиться до до посадочного то есть до захвата глиссады здесь мы будем захватывать глиссады так как все самолеты аэрбас скажу так оборудованные автоматически заходом на посадку как правило редко отправляются в аэропорт и где нет такой системы потому что они очень дорогие и компании как правило не доверяют своим пилотам не потому что там они непрофессионалы а потому что это очень дорого на самом деле мало того потерять самолет дорогущий еще пассажирам придется выплатить в случае каких-нибудь аварий или так далее придется выплатить очень большие компенсации так вот они доверяются в основном именно техники потому что если техника ошибется там уже полегче будет компания сделала все итак смотрите мы подходим к следующему приводу у нас ничего не настроена да и ладно что самолет-то он какой шикарный мы сейчас просто подготовим курс повороты давайте вспомним какой он 325 просто мы его отключим поставим 325 побыстрее побыстрее 3025 включим ага загорелась и просто опять его правой кнопкой мышки включим всего летим дальше по маршруту это и балдеем ну заодно можно конечно еще и выставить как это говорится можно выставить чистоту следующей маршрутной точки то есть ппм как мы уже говорили или скажем так о прс летим и по трассе которые есть существуют здесь еще одна хитрость есть можете ей воспользоваться мы можем воспользоваться для этих целей и фмс это будет намного проще если вы не запутаетесь просто нажмем меню на в дата вот в эту кнопочку ндб event и наберем здесь следующую нашу точку w то есть d нажмем ее сюда переведем и найдем нужную нам нужная нам выглядит как аэропорт первые две буковки у нас все в этой стороне аэропорты у дабыли я по простому говорю найдем ее вот она она это следующая нас наша . мы взяли включили готова по бам и летим на нее то есть можно еще таким способом я нажимал чтобы его вызвать его можно вызвать вот прям сюда чтобы не не мучиться достаточно вид достаточно приборная доска и он где-то в самом низу вот его можно убрать прятать но надо понимать что как только вы переключите на любую другую картинку он просто исчезнет и останется легче наверное вызвать shift а а shift а вызывать его таким способом мы летим и давайте посмотрим сколько нам еще лететь 46 все мы начинаем снижение уже на этом этапе полета для начала мы снижаем скорость я снижаю скорость до 250 узлов 250 200 вообще 450 километров в час для начала и начинаю снижение сейчас пока смело это кручу до десяти тысяч мне нужно чтобы все это началось можно побыстрее на это до десяти тысяч я могу побыстрее снижаться и пожалуйста снижаемся со скоростью 8 метров в секунду так вот 1600 футов в минуту пошли на снижение здесь нам показывает что желтая вниз значит скоро снижается очень много всякого дополнительного такого информационного что может здесь быть которая помогает в конце концов лететь мы снижаемся до десяти тысяч готовимся повернуть курсом следующем он у нас безмаячный то есть он у нас будет работать от маяка дабы дэв и естественно чтобы на него лететь придется лететь противоположной стрелкой курс на него 279 включаем 279 отключили настроили 279 и в нужный момент включили 279 ждем нужного момента такой момент настанет по прохождению самого привода то есть о пресс самого пресс или вот когда загорится следующий маршрутный отрезочек и включаем опять удержание курса автопилота начинаем поворачивать уже непосредственно на опорный пункт который выглядит вот таким способом WP1 это опорный пункт как бы называется когда мы строим маршрут но . ппм если самой сами создаете маршрут ну или там по-английски я уже не помню как это называется да это и не столь важно мы летим и смотрите теперь если посмотреть как следует видно вам или нет мы уже вылетаем вот это вот как раз и есть курс посадочный нам по идее надо на него-то и выйти тихонечку плавно нежно и ласково ладно шучу более точно полетим сейчас мы здесь где-то позволяет более точно на 10 ставим и вылетаем как раз на маршрут нам надо им же лететь придерживаться его пока так летит подготовим самолет к посадке у нас следующая . смотрите все исчезает потихоньку потихоньку аня л уэл аэропорт прилета у WLW если сейчас лима танго все это говорить многие даже не поймут о чем речь мы вылетаем с одного аэропорта прилетаем с другого аэропорта мы вызываем фмс пока у меня время есть значит вид приборная доска давай сюда фмс вызвали где вон он на той стороне мы его сюда и пожалуйста вызова и пишем сюда вот таким образом об об вводим у нас две странички всего вот он наш вот он наш потому что он начинается на буквы которые в нашем аэропорту здесь у здесь есть разные вот это наш мы его нажимаем и уже достаточно будет для посадки что произошло произошло следующее уберу уберу его вот сюда вот в стороночку произошло следующее у нас мы выходим на маршрут у нас есть уже все подготовлено к посадке но не совсем еще же нужно вести узнать куда мы будем садиться также но вторая пола со сто процентов десять тысяч снижаемся дальше и снижаем и высоту пока пять тысяч передернем как говорится со скоростью поменьше нам надо чтобы снижалась скорость сделаем четыреста километров в час сделаем выпустим большой свет вот он наша поворотный пункт курс его 0 4 насколько я помню 4 но нам нужен 19 то есть на посадку можно уже запроситься потому что мы находимся в двадцать одну милю двадцать одну милю мы находимся сейчас мы пока летим уже забьем то есть делаем все чтобы автоматика сама все сделала скорость снижается скорость потихоньку но снижается вообще остановилась на одном уровне но нам это и надо нам нужно догнать глиссаду для этого мы делаем следующее опять можно воспользоваться альтернативным фмс так называемое это конечно чудовищный он он в будущем не поможет на пересесть на другие самолеты но все-таки он хоть как-то доработает нам нужен меню нам нужен позиция нам нужен опять позиция определилась теперь нам нужно опять меню навдата аэропорт прилета выдвинули 4 страницы сразу идем на четвертую и смотрим второй полосы забиваем и у нас уже все готово осталось только здесь выдвинуть двадцатую ну полосу 20 то есть курс 20 записали курс 20 многие подумают что тут елки-палки домой блин как это все запомнить не пару раз потренироваться это будет уже готово переключаем на илс и у нас уже все готово смотрите чистота установлена правильно нав 1 110 10 отлично расстояние установлено глиссада внизу нажимаем лог поворачиваем на курс 19 15 вообще 0 4 как у нас написано вот здесь в данный момент курс 4 поворачиваем курсом 4 здесь нажмем илс вот оно все уже готово мы выше глиссады нам надо ускорить снижение хотя мы ускоряемся неплохо сколько у нас 6000 я думаю что успеем столько снизим скорость лог нажата значит мы все поймаем фмс можно убрать он нам уже по сути то и не нужен хотите сейчас держите так хотите мы уже поймали автоматический заход то есть вот она у нас полоса я вижу надо ускориться на снижение и скорость снизить и ускориться на снижение для этого мы делаем попроще 1800 сделаем захват глиссады включим и будем тормозить интерцепторами 5000 у нас остановилось на 5000 ниже опускаемся до высоты круга попробуем словить поехали все равно придется садиться вручную как раз здесь вот это срабатывает здесь кривая илс как ее исправлять есть у меня видео как ее исправлять но зачем мы же от простого к сложному посадим вручную куда мы денемся у всех посадим закрылочки одно положение уже можно выпустить закрылки закрылки выпустить тормоза включить порезче здесь придется работать очень 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 сильно обширно еще одно положение закрылки выпускаем нет не выпускаем мы должны хорошо тормозить в этом самолете как раз вот его очень тяжело тормозить это надо заранее задолго все это начинать на самом деле его очень тяжело тормозить если я не успею я пойду как говорится на второй круг еще снижаем скорость вижу что будет снижаться глиссаду еще не ловил вышли на высоту круга все дальше типа автопилот уже не может работать да и мы не успели но не успели так не успели выравниваем самолет добавляем скорости и пошли обратно мы же не запрашивали как это выглядит со стороны летел летел самолет и вдруг передумал закрылки убираем скорость что-то около но не знаю давайте 400 километров в час такой вот аэропортик вот эти все перелеты не годятся для таких самолетов конечно тут надо на дальняк летать но это маленький самолетик он среди магистральный но все равно у него довольно дальние перелеты разворачиваемся в обратном направлении противоположным нашему аэропорту можно включить по вашему удобству картинку которая будет вам показываться вы можете включить ее вот таким способом видеть непосредственно аэропорт где вы находитесь вот ваш самолете куда вы будете лететь от него то есть по сути нам надо опять лететь назад высота у нас позволяет здесь глиссада все показано отдельно можно за этим тоже наблюдать глиссада по-любому внизу мы сейчас будем разворачиваться и ждать пока она пойдет вверх опять же нажмем лог для автоматического захват захвата а лучше сразу захват глиссады здесь это не имеет никакого значения практически единственное что эта кнопка должна быть нажата раньше чем придет то есть ниже смотрите ниже глиссады ее можно нажать выше тоже можно нажать надо если она ниже значит вы должны снижаться при этом но первое что должно случиться это должны вы поймать сначала курс илс мы летим и обратно наполнено по направлении вот наш самолет вот мы тут кстати даже можно если есть рядом самолеты можно их увидеть здесь это реализовано вот он один летит желтенький я сейчас еще увеличу вот он один самолет он 40 миль от нас вот второй самолет здесь как раз еще один аэропорт вообще удобно возвращаем на 20 от лета глиссада выше все начинаем разворот разворот обратный то есть уже опять на посадку курс на дальний привод зелененькую все теперь готовимся сделать все то же самое но теперь уже запросимся так понимаю вот они там удивились да летел летел в одном ход и вижу можно на этой высоте лететь почему именно 2 400 здесь тоже самое 400 футов превышения но тут даже побольше это читается здесь смотрите здесь превышение 253 футов вообще можно здесь лететь округлим до 2 300 здесь ну я так уже побольше взял в пп2 сейчас курс установлен и лог не захватили мы еще ничего выходим лог загорелась все мы захватили осталось глиссада уменьшаем скорость скорость уменьшаем сразу до 170 будем притормаживать если что до 300 километров в час в только закрыл очки одно положение закрыл очки ждем здесь все подскажет на лица до захватиться тоже будет все лог погаснет еще одно положение закрылки готовимся еще одно положение закрылки отлично здесь все подсказывает куда чего как и еще одно положение закрылки ниже 180 то есть с выпуском о выпускаем шасси еще раз закрылки мне разрешили посадку в аэропорту снижаю скорость 150 будем криво садиться будем криво поэтому придется выключить автопилот выключить удержание скорости и дальше лететь как говорится вручную я перепробовал все посадки перепробовал скорость больше держать чем положено все пробовал ничего у меня не получилось поэтому сейчас он будет мерять вниз вот именно с этой стороны с той стороны заходит хорошо с этой стороны какой-то косяк другие аэропорты нормально а вот этот ульяновский аэропорт чем-то вот болеет теперь снижаем еще скорость рано дальний прошить пройдем снизим еще вот он вверх пошел кача маша за как раз вот этого воздушного потока вот он вверх пошел вся будет нырять вниз и на этом все снижаю выпускаю крайний раз закрылки выключаю удержание скорости теперь все вручную а и выключая автопилот теперь потихонечку потихонечку чтобы он не нырял держим скорость снижаем и теперь сами вручную сами иначе я говорю сядем перед полосой на на поляну видим а минимум отлично то есть скорость отличная мы даже ниже установлены насколько я знаю пошли тяжело его сажать но можно вам англ ну а теперь тормозим но по идее посадка должна была случиться таким образом то есть она должна была в полном автоматическом режиме я бы руки вверх поднял он бы коснулся остановился можно сказать полностью все сделал сам кроме реверса и я бы уже честно говоря давно как говорится отдыхал и покуривал нервно не нервно не важно но разговор то о чем вот сейчас был глюк если бы я оставил все как есть я бы сел заранее я проверял что для этого я перешел в ручной режим теперь давайте посмотрим как это как это выглядело со стороны а где-то здесь я уже перешел на ручной режим планет авто еще автопилот да вот он вот он он пошел отключил как раз автопилот слышали звук и дальше я пошел уже сажать его сам а так бы где-то вот я думаю будет видно вот тут бы сел вот здесь подправили нормально все все нормально садится любой самолет только повнимательнее надо быть итак получается навигация от простого к сложному мы прошли як в основном на я чтобы понять в основном на як чтобы понять как вообще они работают там можно все это выучить потом так же было у нас и боинг теперь у нас airbus следующее видео будет уже посложнее я так понимаю какая нибудь чем придумаем всем удачных полетов не обращайте внимание сейчас мы я же убрал интерцепторы сейчас они не уберутся это глюк при повторе и так подписывайтесь на канал видео спонтанное сегодня было думаю дай покажу все таки но люди спрашивают ну что вот не так с этими самолетами подписывайтесь на канал возможно для вас будет еще что-то интересное я буду для этого делать все ставьте колокольчик чтобы не пропустить интересное ставьте лайки пожалуйста ставьте лайки и желаю вам чтоб количество ваших взлетов всегда равнялось количество посадок чтобы не случилось всем удачных полетов пока пока что